друзья всем привет и в этом коротком видео я хочу ответить на вопрос почему я иду на выборы муниципальных депутатов которые состоятся 10 сентября 2017 года президент у нас как вы знаете о людях не очень беспокоится он больше занимается внешней политикой причем с переменным успехом вот совет федерации тоже людьми как-то заниматься они торопятся потому что у них тоже есть свои проблемы госдума это народные избранники мы за них с вами голосуем да причем тоже достаточно вяло голосуем тоже в последнее время доверия к думе низко уровень мозг гордумы уже существенно ближе находится к народу там присутствуют достаточно адекватные люди которые встречаются с народом да какие-то вопросы уже могут помогать решать уже другой уровень уже ближе но самым близким конкретно к вам как к жителю москвы и жителю своего района находится именно муниципальный депутат конечно полномочия муниципальных депутатов минимальных сократили очень серьезно вот но вот как раз таки на их поддержку в решении проблем района я считаю правильнее всего рассчитывать на выборы муниципальных депутатов мало кто ходит ими не интересуется что это за ерунда если как говорится я даже он ленюсь депутата госдума то избрать какой мне тут понимаешь муниципальный уровень да какие тут еще муниципальные депутаты а вот на самом деле это точка зрения очень и очень неправильно на мой взгляд почему тот самый пресловутый муниципальный фильтр наверняка которым вы слышали с помощью которого не так давно кстати был забракован как кандидат в губернаторы в свердловской области известный политик ройзман которого я лично уважаю вот он как раз не смог пройти этот самый муниципальный фильтр но это не единственный смысл почему стоит идти на выборы муниципальных депутатов почему стоит поинтересоваться кто же у нас там выдвинул свои кандидатуры и уже сейчас зайти на сайт мососберкома и посмотреть там действительно кто вас там выдвинулся за кого вы наверное проголосовали наверное самым большим толчком в принятие мною решение идти 10 сентября 2017 года на муниципальные выборы в москве было то что достаточно интересный мне политик дмитрий гудков учредил такой достаточно интересный проект который с помощью которого он призвал всех активных москвичей выдвигаться муниципальные депутаты и тысяча человек представьте себе это звалась на его призыв и они вот сейчас кандидаты в муниципальные депутаты посмотрите пожалуйста вот по ссылочке которая вот будет либо сейчас на экране либо там в комментариях я ее размещу кто у вас от этого проекта выдвинулся по вашему району то есть эти люди это простые жители района такие же как и вы которые идут в муниципальные депутаты именно для того чтобы попробовать изменить свой район в лучшую сторону сделать его более благоустроенным сделать его более чистым и соответственно внести чуть большего смысла в существование вообще этих самых советов муниципальных депутатов в которых если там большинство единой россии вообще нет никакого смысла на мой взгляд вот общаясь со своими знакомыми друзьями соседями я спрашивал идете вы на выборы все задают вопрос а на какие а когда они будут а кого мы будем выбирать то есть на них никто не пойдет о них никто не знает сейчас в москве если вы знаете со всех домов сняли информационные стенды на которых ранее размещалась всякая информация реклама так вот их сейчас сняли я так понимаю их вернут только уже после выборов как раз таки власти этим самым очень явно показывают что не боятся что вот те независимые кандидаты которые сейчас выдвинулись в большом количестве что они сейчас начнут активно информацию о себе доводить до местных жителей и местные жители не дай бог таки встанут 10 сентября в воскресенье кстати исходят на избирательный участок и поддержат этих своих соседей по районам не уважаемых господ там директоров школ заместителей директоров больниц и каких-то там заслуженных учителей членов единой россии так далее а поддержат вот соседей до которые действительно живут в этом районе и думают об этом районе потому что им самим этим районом пользоваться вот как они боятся этого всего как выглядит картина вот на данный момент если вы взгляните взгляните тоже на сайт мососберкома по ссылочке как я сказал уже который будет в описании к видео вы увидите примерно следующую картину примерно допустим три кандидата от кпрф вы там ведь три кандидата от единой россии одного кандидата допустим от лдпр одного кандидата справедливой россии и где-нибудь пяток самов движенцев трое из которых допустим окажутся теми же самыми сторонниками единой россии какими-то подставными людьми спойлеры например там с от партии коммунисты россии есть спойлеры допустим спойлеры идут там от партии пенсионеры от от инвалидов от партии родины и тому подобных вот но это не настоящие кандидаты и вот если вы захотите например на с этим кандидатом связаться допустим понятно что любой живой кандидат он ведет компанию на открыт для связи у него есть телефон у него есть соцсеть куда ему можно писать email и так далее вот с кандидатами которые действительно независимые выдвинутые например дмитрием гудковым с ними вы можете связаться через соцсеть задать им вопрос да может можете зайти на различные сервисы на которых они открыто публикуют ответы на вопросы от избирателей и все прочее а вот от спойлеров вы не увидите таких ни сайтов ничего потому что они компании рекламных не ведут и они вообще на выборы не собираются их задача просто присутствовать в избирательных бюллетенях и про просто оттягивать на себя часть голосов людей жителей района то что не дай бог те кому не положено наберут больше чем ядросы вот какая ситуация во многих районах даже выдвинуты управами однофамильцы наиболее перспективных там активистов или жителей района независимых кандидатов от власти вот даже этим не гнушаются управы и единая россия бомжей выставляют людей вообще прописанных вообще не пойми где специально под этих людей которые прописаны не пойми где исправили даже законодательство и запретили в бюллетене и в информационных стендах писать информацию о том где же таки кандидат физически прописан то есть он свой районный или он пришлый откуда-то представляете как у этих дельцов из единой россии все просто то есть все законодательство все только для них еще сейчас во многих будущих избирательных участках которые откроются 10 сентября в них на информационных стендах еще и решили не размещать фотографии кандидатов потому что же этих вот кандидатов можно же в лицо узнать они же по району известны они здесь ходят общаются с населением вот они что-то делают в отличие от единой россии который только пиарится сделав на наши с вами деньги одно какое-то дело и потом всей страной пиарят это дело но это неправильно это наши деньги это фактически это мы сделали они 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 я просто еще раз акцентирую что муниципальные выборы пожалуйста не игнорируйте потому что на них решаются достаточно важные практические для района вопросы кто изберется это очень важно чтобы потом еще пять лет не говорить что они там все воры сидят и районе ничего не думают чтобы как говорится не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы вот обязательно призываю сходите 10 сентября сделайте свой выбор поддержите кандидатов независимых поддержите кандидатов которые живут у вас непосредственно в районе а чтобы знать кто именно такие кандидаты предварительно все-таки на эту информацию посмотрите под тем ссылкам которые я привел внизу под этим видео вам же большое спасибо за просмотр если вы отзоветесь положительно на это видео большое вам спасибо если вы посетите сайт дмитрия гудкова тоже вам большое спасибо в конце этого видео так как я вам к вам обращаюсь с просьбой поддержать я не буду не делать никакой рекламы только скажу что если вам нравится мой канал то вы можете поддержать его после нижней ссылки в описании к данному видео а я на этом заканчиваю большое вам спасибо за просмотр всем счастливо пока